Так, всем доброе утро. Hello, bonjour, bonjour, доброе утро. Цафра Тава на арамейском языке написано в Титсур Шелхан Рути в сборнике законов, что до молитвы запрещено говорить людям шалом. То есть ты не можешь сказать до того, как ты сказал Богу шалом, ты не можешь сказать никому шалом. Но сказать шалом, шалом это как бы уважительно, шалом это одно из имен Бога. Так вот, сказать шалом нельзя. А Цафра Тава написано можно. Цафра Тава это на арамейском языке, на простом языке. Доброе утро. То есть как бы здороваться можно? Привет, доброе утро и так далее. Но до молитвы сказать шалом нельзя. Но я уже помолился, поэтому всем могу сказать шалом. Анна Ренгус шалом, Игорь Петельников шалом, и Марина Шувалова шалом, и всем Фаина Фая шалом, и Максим Перенчук шалом, Тайна Чульпаев шалом. Алекс Поделка шалом. Все, мы можем начинать уже тогда. Алекс Поделка с нами. Талия Рафальская. Все. Значит, мы находимся в 23 главе. 23 глава Мишли. Притчи. Мишли это Машалим. Притчи царя Соломона, которые он нам специально, специально нам сказал, для того, чтобы передать высшую божественную мудрость с понятным нам языком, для того, чтобы сделать для нас непонятное, непостижимое божественное, понятным, постижимым, и чтобы мы его воспринимали. И мы изучаем Мишли с комментариями. Я для того, чтобы подготовить урок, я учился когда-то в Ешиве, изучил иврит. Значит, Лошон Акодыш, это святой язык, на котором написано Тора. И есть комментарии, есть разные комментаторы. Вот я для того, чтобы подготовить урок, то есть я читаю отрывок на иврите, прямой перевод его непонятен, это как код такой, да? Как код. Теперь и смотрю комментаторов, которые объясняют. И привожу несколько комментариев, и объясняю своими словами, как я понял, что это нам дает. Все. Значит, сегодня мы находимся на 23 глава. Отрывок у нас есть девятый. Девятый отрывок. Восьмой даже, восьмой. Значит, краткое содержание предыдущего, прошлого урока, что говорилось нам, что с властителем лучше не кушать. Если ты с ним кушаешь, то тогда будь осторожен. Это как бы первая была часть. Властитель это и есть ецерара, злое начало в человеке. Это то, что властитель, то есть инстинктивная, эмоциональная природа. Или люди, обладающие властью, обладающие властью. То есть, если они тебе что-то дают, кормят тебя, да, то тебе придется за это заплатить. Надо это знать. Придется заплатить. И дальше, дальше царь Соломонас предупреждает, что обычно те обещания, которые они тебе дают, они просто обещания, да, как власть. Знаете, как? Когда президент, как говорил Винстон Черчилль, что для политика самое главное качество это уметь обещать и уверенно говорить, как хорошо будет, когда его выберут и когда пойдут за ним. И вторая важная часть для политика, это первая часть, это уметь это обещать. Вторая часть, это уметь красиво объяснять, почему это не получилось. И идти от поражения к поражению. Это прямо вот цитата Винстон Черчилль, что политик это тот, кто умеет идти от поражения к поражению, не теряя энтузиазма. Все, вот это вот качество политика. Теперь царь Саламон нас предупреждал, что обычно люди, обладающие властью, их обещания лживые, и они хотят только тобой воспользоваться, если они тебя кормят, поэтому им верить нельзя. И дальше он нас предупреждал, что еще хуже есть с человеком, у которого злой глаз. То есть, а злой глаз, это есть люди, которые мир воспринимают через негативную призму, и он может сглазить даже ту еду, которую ты ешь, и поэтому вот восьмой отрывок, восьмой отрывок звучит так. Питха Ахальта, кусок хлеба ты съел, и что Татьена, и ты его вырвешь, прямо так и написано, вырвешь его, и испортятся слова твои приятные. Ну, здесь объяснение такое, что вот ты с ним сидишь, кушаешь, а он такой, злой глаз у него, и он смотрит на тебя все время с такой, чтобы ты там лишний кусок не съел, и все такое. И все твои, в общем, в итоге ты хотел с ним наклаживать отношения, что ты ему хорошее говорил, оно все испортится. Я вспоминаю, сейчас есть такой, как анекдот, как история, что в одной семье была одна девочка, эта девочка, она была слепая, слепая девочка. И она была слепая, но есть разные слепые, есть, например, Хелен Кетлер, которая была полностью вообще слепая, ничего не видела с детства, от рождения, и она сумела написать там книги, она какая-то стала великая. Хелен Кетлер, я не помню, что она великого сделала, она американский такой национальный герой, но она это, Хелен Кетлер, говорила, что жизнь это или там, ну, какая-то тяжесть, или удивительное преступление, или удивительное приключение. И ты сам выбираешь, что твоя жизнь. Она была слепая и выбрала, что моя жизнь удивительное приключение. Но в этой семье, о которой я хочу рассказать, была девочка слепая, и она выбрала, что жизнь это для нее была тягость такая, все было, ну, вот она была вечно недовольная такая девочка, это как иллюстрация, что такой злой глаз во время еды. А ее в семье все любили, все ее любили, все хотели сделать хорошо. Она все время говорила, вот, вы мне не додаете, вы мне не додаете, вы плохо ко мне относитесь. То есть она все сквозь злой глаз свой искривляла. И, значит, ей в конце концов там они кушали пельмени, сварила мама, и она ей дала такую прям огромную тарелку сверху, положила прям пельмени, ну, вот, вообще уже некуда класть, горка такая. И она слепая такая, она так попробовала, попробовала, и такая сидит, говорит, да, говорит, много мне пельменей насыпали. Представляю, сколько же вы себе взяли, еще больше. То есть она все равно даже на это сумела обидеться, это злой глаз. Так нам Сарь Соломон говорит, если ты сел с таким кушать, что и еду, которую ты скушал, ты вырвешь, и еще мало этого, все твои слова хорошие, которые были сказаны, они впустую будут сказаны, и они даже испортятся. То есть, да, такое бывает, такое бывает. Я сегодня как раз вот утром проводил беседу со своим сыном, я утром захожу его будить, я его захожу будить, музыку включил в таком радостном настроении, думаю, сейчас он станет, спорт, быстро. А он начинает, вот, и выключи, зачем ты музыку включил, ну, начинают на меня возмущаться. Я ему говорю, смотри, говорю, во-первых, я на него наехал тоже конкретно, потому что, как, тоже я учил Мишли, мы учили, как маем по ним ли по ним, как человек смотрит в зеркало и видит свое отражение, как смотрит в воду и видит свое отражение, так сердце одного человека отражает сердце другого человека. То есть, я зашел с хорошим настроением, а он на меня наехал, в ответ я сразу же включился автоматически на него. И я ему потом говорю, смотри, есть три реакции на любое событие, три варианта, на то, которое тебе не нравится. То есть, в жизни у нас очень часто мы получаем то, что мы не хотим получать, это так жизнь устроена. То есть, ты хочешь одно, а получаешь другое, да? Теперь, когда ты получаешь не то, что ты хотел, а поменьше, похуже, тогда у тебя есть три варианта реакции. Первый вариант реакции – это реакция жертвы, заплакать. Ах, опять мне не додали, вот опять, то есть, это скрытая агрессия. Ты ненавидишь окружающий мир, но ты как бы не можешь на него нападать, ты просто из себя делаешь такую жертву. Это первый тип реакции. Второй тип реакции – это ты начинаешь нападать на окружающий мир, ты есть жертва, а есть вторая, как называется, сторона всегда. Тот, кто нападает – жертва и тот, кто преследователь, да. Если ты можешь напасть на окружающий мир, а все не так, как я хотел, и включить раздражение или даже гнев, да? То есть, это тот же плач, только в активной форме. Плач – я жертва, я недоволен, гнев – я нападаю, я недоволен тоже, я нападаю на причину того, что не произошло, так я хотел. Но эти две реакции, они непродуктивны. Тебе и так плохо, и так плохо. Причем неизвестно еще, что хуже, потому что если ты с гневом начинаешь выступать, то ты включаешь, обязательно ты включаешь ответный гнев. И или ты напал, и если ты сильный в этой ситуации, ты сделал кого-то жертвой, что тоже для тебя нехорошо. Или второй вариант – ты напал, а тот, который напротив, он тоже включился, напал на тебя. Бах, драк, и жертва ты. Все. То есть, эти две реакции непродуктивны. Плакать и нападать – это бесполезно и плохо. Третья реакция – это то, что нас учит Тора, когда ты просыпаешься с утра. Первое слово, которое нужно сказать себе – моде, а не лефанеха. Благодарен я перед тобой. Моде – это благодарность. И все, что Бог делает, все к лучшему. Он тебе хочет дать только добро. И даже если тебе кажется сейчас, что это не добро, то это тебе кажется. Посмотри с другой стороны, посмотри с третьей стороны, посмотри с пятой стороны. Но если ты благодарен Богу, и ты понимаешь, что все, что Он делает – это добро, то ты увидишь вот это добро. А если ты включишь в себе благодарность, то тогда тебе хорошо. Как человек смотрит в зеркало, видит свое отражение. Ты благодарный. Люди вокруг включаются на благодарность. Мера, что человек меряет, меряют ему. И если ты включен все время внутренне на позитив, то тебе с неба начинает идти только позитив. Все – хэппи-энд. Понятно. Это третья реакция, самая для человека выгодная и продуктивная. Теперь здесь нам говорится, давайте вернемся, девятый отрывок, значит, восьмой отрывок, что хлеб, который ты кушал с человеком со злым глазом, ты вырвешь все равно. И испортятся все твои хорошие слова, потому что если у него злой глаз, это ему не поможет. То есть, теперь дальше, девятый отрывок. То есть, девятый отрывок нам царь Соломон объясняет, кто тебя услышит, кто не услышит, кто тебя поймет, кто не поймет. В уши ксиля есть два типа грешников. Есть грешник, который грешит по вожделению. Он знает истину, он знает, что есть Бог, он знает, как правильно себя вести. Но он не может совладать со своими желаниями, вожделениями. Он хочет удовлетворять свою какую-то страсть, вожделение, и он ради этого отрицает правду. Так вот, в уши такого ксиля не говори. Альтидабер. Тибус лесехель милэха. Потому что он, бус это пренебрегает. Лесехель для интеллектуальных слов твоих. Он пренебрегает. То есть, что это значит? Вот человек, знаете, как есть народная мудрость простая. Если нельзя, но хочется, то что? То можно. И как ты не пиши на пачках, что рак вызывает сигареты, курение вредит здоровью, оно убивает, вызывает импотенцию, вызывает то. Если человеку хочется курить, и ему курение удовольствие, а не курить страдания, он тебя не услышит. Он просто закроет эту надпись и скажет, а мне все равно. Или он начнет тебе доказывать, что это не так. То есть, ксилю, человек, у которого включено вожделение, ему говорить какие-то интеллектуальные слова и что-то объяснять, нет никакого смысла. Эмоция сильнее, чем разум, чем интеллект. Теперь, а что же делать? Девятый отрывок, значит, мы посмотрели. То есть, с вот этими вожделенцами не говорить надо, да? Значит, здесь десятый отрывок, он переходит на другую чуть-чуть тему. То есть, понятно, давайте с той закончим. То есть, с человеком, у кого включено вожделение, ты не говори. И если у тебя у самого включено вожделение, то ты не слышишь. Ты даже свой голос разума не слышишь. Тем более, ты пытаешься кому-то объяснить, послушай, там, ты неправильно чуть живешь, вот Тора. А он говорит, там, мне хочется так жить. Ну, то есть, как ты меня, куда ты меня тянешь вообще, в религию? Да, может, эта идея красива, но я люблю жрать то, что я люблю, спать там, где я хочу и с тем я хочу. И делать я все равно буду то, что я хочу. Почему? Ну, потому что я так хочу, все. И вот это ксиль, против его хочу, ты не попрешь. Теперь, дальше он переходит в десятом отрывке, нам сообщают просто закон, как работает мир. Очень интересная, важная вещь. Там дальше будет написано, что с ним делать, как раз в следующем отрывке, в одиннадцатом. В десятом отрывке, давайте, он нам сообщает следующий закон, новый закон. Значит, он очень интересный. Закон такой. Аль-Тасэг-Гву-Лю-Лам. Не сдвигай границы мира. Не сдвигай границы мира. У-Без-Дэй-Я-Тамим-Аль-Таво. И в поля сирот не приходи. Ну, вот как тут поймешь? Что оно имеет в виду, да? Без объяснения не поймешь. Не поймешь. Значит, объяснение такое. Что такое Гву-Лю-Лам? Бог установил некие правила, границы мира, которые не надо сдвигать. Да, ты можешь сказать, а я не верю, что это... А, грешники бывают по вожделению, бывают грешники-скептики. То есть, вот есть Тора. Но весь мир знает, что есть Тора, есть десять заповедей. Весь мир знает. Нет человека, который бы не знал, что было, раступилось море, что Бог вывел еврестий народ из Египта, дал Тору, народ священников, евреи зашли в Израиль, был храм. Значит, ну, все это известно. Всем известно, что надо... что такое добро, что такое зло, что нельзя грабить, нельзя воровать, нельзя убивать, нельзя прелюбодействовать. Ну, то есть, есть истины, которые все знают. Это Бог, Он так сказал делать. Теперь, но грешник по вожделению, он говорит, да, это истина, но я хочу по-другому. Это грешник по вожделению. Есть грешник-скептик, который говорит, а может и нет, а может и да, а может и Бог, а может и инопланетяне. А да, ну а почему не инопланетяне? Может и инопланетяне все то же самое сказали, не граб, не убивай, прилетели и сказали инопланетяне. Вот посмотрите, говорит, на пирамидах нарисован чувак в круглой шапке, явно же скафандр, да. Это точно скафандр, это инопланетяне. Все то же самое сказали, но инопланетяне. То есть, это называется грешник-скептик. Он просто, ну, не сомневается в системе. Теперь, значит, что говорит нам царь Соломон? Не отодвигай границы мира. То есть, есть какие-то границы, которые вот они установлены, и ты их не двигай. И дальше, интересно, он говорит, почему вдруг сироты появились? Почему в 10 отрывке он нам рассказывает про сирот? И в поля сирот не заходи. Без 11-го не будет понятно. Тигуалам, потому что их спаситель, хазак, их спаситель, он сильный. Уяриф, этри вам и так. Он будет, он будет их ссору вот этих сирот, за сирот заступиться, он будет с тобой, он будет с тобой разбираться. Что за спаситель сирот? Откуда он? Значит, сироты это самые, самые беззащитные люди на земле. То есть, вот есть сирота, маленький ребенок, у него нет родителей, никто за него не заступится, да? То есть, он беспомощный такой. И подумает человек, подумает человек, посмотрит на этого сироту и скажет, Так, если это мир механический, кто за него заступится? За сироту? Никто не заступится. То есть, он как бы механика, у него нет защитников. Вот я на него сейчас нападу. А если человек знает, что есть Бог, есть система, есть создатель мира, и этот создатель мира, который установил правила добро и зло, и он следит за выполнением этих правил, так тогда наоборот, если за сироту никто не заступится, у него есть тогда один защитник. Кто Бог? Который соблюдает, что эти правила будут соблюдены. И тот, кто обижает этого сироту, что тогда точно ему будет несчастье. Точно, однозначно, Бог за него заступится, за этого сироту, и сделает тому, кто ему делает плохо, сделает ему плохо тоже. То есть, все. Хочешь, проверяй, хочешь, не проверяй. Вот тебе сказал, царь Соломон, мудрейший из людей, что так оно в жизни работает. Теперь, если мы начнем это проверять, ну не знаю, я как бы, если поискать, провести статистику, да, вот есть сироты, кто их обижает, что с ними происходит, ну их наверняка как-то обижают, да. Опять же, их обижают, ну мы же в бывшем Советском Союзе, здесь одна система. В западном мире там система другая. Можем ли мы проверить вот это вот, то, что здесь написано, что тот, кто обижает сирот, будет наказан, и Бог будет за них заступаться. Значит, мы можем или проверить, или поверить, что лучше. Значит, есть некая идея, которая говорит нам, что Бог установил границы в мире. Эти границы не надо отодвигать, не надо пытаться их двигать. И даже если тебе кажется, что вот в этой ситуации никто не заступится, то есть, ну, то надо знать, что есть Бог, который смотрит, и он заступится. Я, например, не хочу проверять. Я не буду обижать сирот, и не буду, значит, обратно себя, значит, метод опытным путем это испытывать. Но я верю с полной верой на сто процентов, что то, что здесь написано, это правда. И все, кто обижают сирот, будут наказаны. Конкретно будут наказаны. Если кто-то знает, что где-то обижают сирот, пожалуйста, сообщите. Мы будем добиваться, чтобы они были наказаны, чтобы... Ну, не то, что нами будут наказаны, но они должны быть наказаны. Любой нормальный человек понимает, что это неправильно обижать сирот. И вот нам здесь об этом сообщено тоже, что это как раз Тора, и будут они наказаны. И последнее, давайте, 12 отрывок выучим. 12 отрывок такой. Вот это вот, что спрашивал Итан. Итан все время спрашивает, вот если люди не соблюдают. Он просто здесь работает в молодежной организации, как преподавателем для молодежи. И он помогает тем, кто принял решение вернуться к Торе. Вот есть у нас несколько таких молодых ребят. Он помогает им учить Тору, изучать заповеди. И они, как раз вот эти вот молодые ребята, они вроде и приняли решение стать религиозными. Но у них еще их ЕЦРРА слишком сильный. И он все время меня спрашивает, можно их бить, нельзя их бить. Можно ли на них наезжать жестко и говорить, что ты должен сделать там обрезание. И сейчас мы тебя силой обрежем, если вдруг ты не будешь делать. Да, или нельзя. То есть у него вот этот вопрос постоянно перед ним стоит. И вот царь Соломон отвечает на этот вопрос следующим образом. 12-й отрывок, 24-я глава. Он отвечает так. Айве лямусар лебеха. А он вначале говорит лично про себя. Прежде чем кого-то исправлять, ты должен себя исправить. И он говорит, приведи, как бы, в такой вот глагол используется, как бы, насильно приведи лямусар. Мусар это, это, мусар мы учили, что такое мусар. Это психология Тора. Это как заставить свою животную сущность слушаться свой разум. И вот мусар это та система, которая с помощью страха. То есть ты должен себя пугать вначале сам. Мусар это ты себя пугаешь, что будет страшно, Бог накажет, будет ад, там все. То есть только не делай никаких преступлений. Так написано, приведи к мусару свое сердце, свое мышление. То есть ты должен вначале с себя свое мышление привести к мусару, поставить под контроль Торы. Веазнеха леймрейда дат. И свои уши приведи к словам познания. То есть, как мы знаем, с кем поведешься, от того и наберешься. И если ты свое сердце, то есть свое мышление, вот это подсознание, ты его приводишь к мусару. То есть то, что мы делаем, мы изучаем каждое утро мусар. И можно и каждый вечер чуть изучать и так далее. То есть если ты себя ставишь, вот свое сердце заставляешь слушаться свое, свое вот это интуитивное, инстинктивное, эмоциональное мышление. Если ты свои уши, ты, как бы написано так, ухо свое к словам познания. То есть ты, ведь Бога можно познать не только из уроков Торы. Бога можно познать, например, из National Geographic. National Geographic, знаете, есть там видео. Посмотрите любое видео, как устроен мир природы. И ты понимаешь, что какой вообще великий создатель, как он создал этот мудро мир, как оно все так красиво работает. И технично, и технологично, эти молекулы атомы, эти там вообще, как это все устроено гениально, красиво, мощно. И ты понимаешь величие Бога. И вот тогда, если ты себя таким делаешь, тогда последний вот этот ответ на это на вопрос. Аль тимнаминар мусар. Не останавливай от подростка вот этот мусар. Теперь, тогда ты можешь на других тоже идти. Ти такену башевет лоямут. Бей его палкой, он не умрет. Прямо так и написано. Все, бей его палкой, он не умрет. То есть бить надо палкой. Тринадцатый отрывок. Не останавливая от подростка вот этот мусар наставления, да, пугать его надо и бить. И бей его палкой, он не умрет. Ата бешевет такену. Ты его будешь палкой бить. Венавшо мишоль татсиль. И душу его от преисподней ты спасешь. То есть ты его, с одной стороны, здесь ты его бьешь палкой, и ты его, ну, как бы, делаешь ему страдания здесь, чтобы наставить на правильный путь. Но ты его душу спасешь от преисподней. И я уверен, что сидя сейчас в тюрьме, наверное, сотни тысяч людей в мире, и говорят, лучше бы меня родители в детстве били, чтобы отучить меня от всех этих наркотиков, гадостей и так далее. Чем я сейчас сижу в тюрьме и жду, ну, там, 10 лет мне теперь здесь сидеть и думать, да, над своим поведением. Так лучше бы меня в детстве побили, в угол поставили, наказали, объяснили, приучили, надрессировали, но чтобы я этого не делал злайни. Сотни тысяч людей сидят в тюрьмах. Не сотни тысяч, миллионы. В Америке сидит больше двух миллионов человек в тюрьме. Представьте, в России почти миллион. Вот миллион людей сидят в заключении, которые в детстве не били. А если бы их били в детстве? Может, их в детстве и били, но их не объясняли за что. То есть, их, видно, не за то били. Хорошо, давайте подведем итог. Значит, подводим мы итог. Еще раз, если взять выводы, которые я для себя сделал, то первый вывод у меня с сегодняшнего урока такой. Ну, что нельзя, еще раз нельзя общаться с негативными людьми. Теперь объяснять негативным людям что-то можно только в том случае, если он готов слушать. И если над ним не властвует вожделение, эмоциональная среда. Это речь идет о взрослых людях. Если это подросток, которого надо воспитывать, то его надо воспитывать. То есть, нужно его конкретно наставлять на путь истинный с помощью палки. Все. Это так советовал царь Соломон в 2800 лет. Я не знаю, как сейчас это можно делать, нельзя делать. Каждый для себя делает свои выводы. Сделайте, пожалуйста, свои выводы для себя из сегодняшнего занятия. И пусть эти выводы ведут вас в сторону Бога. Счастья, Торы, удачи, успехов. И чтобы все ваши молитвы, которые вы молитесь Богу, чтобы Бог услышал ваши молитвы. И услышал наши молитвы тоже. И мои тоже молитвы. Значит, я прошу, чтобы Бог услышал ваши молитвы. И он услышит мои молитвы, потому что я думаю, что вы мне тоже желаете добра. Все, удачи, успехов и до встречи завтра Все, пока